В этом фокусе я буду использовать 4 карты, а именно 4 Джокера. Помимо этого я попрошу зрителя запомнить, допустим, вот эту карту. Он ее запоминает, и мы ее убираем куда-нибудь в центр. И давайте еще перемешаем, чтобы прям наверняка. Помимо этого мы будем использовать, соответственно, эти 4 Джокера, чтобы узнать что-нибудь о вашей карте. Сейчас объясню, как это работает. Джокеры могут мне подсказать важную информацию о вашей карте. Если я пролистаю их один раз, вот так, да, по одной, я узнаю, что ваша карта была прямоугольной. Очень важная информация. Давайте еще раз. Ваша карта была с красной рубашкой. Тоже довольно-таки неплохо. Давайте еще разок. Она была с белой обводкой по краям. Отлично. С каждым разом все более важная информация. Еще разок. И ваша карта была бумажной. Вот, да. Прямо как этот Джокер, я думаю, тоже была из бумаги, по идее, да? Хорошо. Теперь попробуем более важную информацию. Нужно встряхнуть Джокеров, и они скажут, что ваша карта была черной. После этого нужно встряхнуть еще раз, и они скажут, что она была пиковой. Встряхнуть еще раз, она была пятеркой. То есть пятеркой пик, правильно? Ну и, соответственно, зачем тратить энергию всех четырех Джокеров, если можно оставить только одного? Сейчас я расскажу вам кое-что очень-очень важное. Будьте внимательны. Чтобы зритель удивлялся намного сильнее, в своем арсенале вы должны держать несколько крутых ментальных фокусов. Проблема книжек по ментализму то, что там мало фокусов, мало материала, да и страниц мало. Но в книге «Психа» все наоборот. Там более 150 страниц, более 20 крутых фокусов, один из которых — «Стирание имени из памяти зрителя». Описание других пяти фокусов вы можете посмотреть по ссылочке ниже. Также от меня там вы получите бонус, и при покупке этой книги вы получите вторую в подарок. Помимо того, что на первую книгу будет очень хорошая скидка. Переходите и смотрите сами, приобретайте. Я лично рекомендую. Привет всем любителям фокусов. С вами, как всегда, Неро Янг. Добро пожаловать в новое видео. Сегодня мы с вами рассмотрим очень эффектный фокус с картами, который достаточно такой необычный и при этом еще забавный. То есть зрителям он очень-очень нравится и вызывает в них яркие эмоции. Обязательно поставьте лайк на это видео, если вдруг видите меня впервые. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, потому что новые видео здесь выходят практически каждый день. Ну и хотелось бы вам рассказать о магазине карт 54karts.ru. Если вы до сих пор не знаете, где купить качественные карты для фокусов, смело переходите в этот магазин. Там есть и стандартные, и дизайнерские, а также там есть колода Choice, которая используется в этом видео. И в этом трюке нужно будет три Джокера. И в такой колоде как раз-таки есть три Джокера. Так что она идеально подойдет как просто для фокусов, так и именно для этого фокуса. Помимо этого, там есть хороший чат-помощник в правом нижнем углу сайта. Вы можете написать свой бюджет и свои предпочтения. И вам подберут качественную хорошую колоду по вашим запросам. Переходите по ссылке в описании. Там быстрая доставка, приятные цены и отзывчивая администрация. В этом трюке используются три Джокера. Не во всех колодах есть такое. По крайней мере в колоде Choice, которую вы можете купить по ссылке в описании, есть. Также есть в Аладдинах. И вы можете еще сделать по-другому. Допустим, у вас есть две одинаковые колоды. И вы берете из одной два Джокера и из другой одного. И получаете три Джокера. Мы кладем их вот так рубашкой вверх. И отдельно кладем колоду. Первым делом нам нужно убедить зрителя, что у нас вот здесь лежит четыре карты. Причем одинаковые. То есть мы показываем ему раз, два, три, четыре Джокера. На самом деле здесь их три соответственно. Как мы это делаем? Мы поднимаем вот так. Переворачиваем. И мы делаем, ну, такую вариацию М-сли-каунта. Я оставлю в подсказке обучение на сам М-сли-каунт. Но сейчас мы с вами разберем его вариацию, которая здесь подходит. Как это делается? Мы хватаем вот так. Здесь два пальца указательный и средний. Здесь большой. Здесь слистываем большим пальцем раз. Возвращаем под низ. И сравнивая все это дело, слистываем еще раз. Таким образом мы вернули карту сюда. Слистываем, слистываем. Таким образом мы одного Джокера показали два раза. Переверну, чтобы вы поняли. Вот так. Но с этой стороны это выглядит, как будто у нас в руках четыре Джокера. То есть смотрите, слистнули. Вернули, слистнули, слистнули, слистнули. Все. После этого мы их поворачиваем вот так. И кладем на видное для себя место, не очень далеко. И ровно желательно. Еще будет лучше, если они будут чуть-чуть вот в таком вот беспорядке. То есть вот как-нибудь вот так. Это будет вообще идеально. После этого мы берем колоду карт. И нам нужно дать зрителю выбрать одну любую карту. Без разницы какую. Суть в чем. Мы можем дать ему выбрать карту, запомнить. Нам нужно сконтролировать ее на низ колоды любым способом. Самый простой способ, разберусь сейчас с вами, это вот так он выглядит. Запомни карту. Уберем ее куда-нибудь в центр. И все. Она у нас снизу колоды. Как это делать? Мы даем выбрать карту. Допустим, он дотронулся до вот этой. Мы ему ее можем отдать. Либо мы можем просто ее вот так выдвинуть и дать запомнить. Допустим, выдвинули. И когда мы ее возвращаем, мы ставим под нее мизинец вот так. То есть запомни, поставили мизинец. Все. Все. Сравниваем вот здесь. Держим мизинец. Подрезаем с мизинца, то есть чтобы карта пошла на низ. И пару раз еще подрезаем сверху оставшиеся карты. Все. Таким образом мы якобы перемешали карту, но она оказалась внизу. Если же, допустим, зритель нам сам возвращает, мы сразу же заранее ставим мизинец и кладем вот так. Все. Подрезали. Все супер просто. После этого мы поднимаем колоду и говорим, что в принципе колода нам больше не нужна. Будем использовать наших джокеров. И в этот момент происходит вот такое движение. Выглядит оно вот так. В момент, когда мы отдаем колоду, мы бросаем на эту пачку карту зрителя. Сейчас объясню, как это делать. Итак, смотрите. Мы держим колоду большим и оставшимися пальцами вот так. И мы можем выдвинуть вот этими пальцами вправо одну карту. Карту зрителя. И мы делаем два движения одновременно. Давайте покажу вот так, сверху, чтобы было понятно. Мы отдаем колоду либо зрителю, либо откладываем ее в сторонку. И в этот же момент мы поднимаем вот эти карты, добавляя к ним вот эту. То есть, грубо говоря, три действия даже одновременно. Вот так. То есть, как это выглядит, ну, с такого ракурса. Оп. Готово. И мы сразу раздвигаем эти карты, чтобы убрать подозрения. Так как мы показали зрителю четыре джокера, и мы сразу вот так показали, что здесь всего четыре карты. То есть, смотрите, еще раз. Карта зрителя. Добавили. Выдвинули вот так, разделили по две. Сделали пару движений. И теперь нам нужно вот эту пачку, где верхняя карта зрителя, положить под низ. То есть, было вот так, но мы возвращаем вот так, чтобы она стала третьей. Дальше идет парочку шуток, парочку гэгов. То есть, мы говорим, что с помощью этих карт мы узнаем информацию о карте. Когда мы не видим карту, то есть, в изначальной демонстрации я переворачивал карту для себя. Но в оригинальной демонстрации, когда мы показываем обычному зрителю, мы даем ему взять карту, он ее запоминает, и мы ее не видим. Поэтому будет намного веселее, потому что сначала мы будем полную ерунду делать. То есть, смотрите. Итак. Начинаем вот так листать по одной, меняя порядок. Таким образом, после первого перелистывания карта окажется второй. Потом снова третий, потом второй, потом снова третий. То есть, смотрите. Мы листаем первый раз и говорим так. Карты говорят, что твоя карта прямоугольная. Здесь зритель подумает, что вы немножко не в себе. Или вы фиговый фокусник, если это ваш первый фокус. Ну, а если вы уже до этого показывали этому зрителю фокусу, он подумает, что, ну, шутейка какая-то. После этого вы пролистываете еще раз и говорите. Так, она с красной рубашкой. Пролистываете еще раз. С белой обводкой. Используйте эти шутки. Это забавная ситуация в фокусе. Не переходите сразу к той части. После этого еще раз. Так. Ну, и она сделана из бумаги. И вы можете в этот момент дать верхнюю карту, потрогать зрителю. Проверь, да, реально из бумаги, как твоя карта. Это тоже такой небольшой гэк. Я его не часто использую. Но иногда можно. И в этот момент, пока вы делаете это, либо сразу же, вы должны мизинцем отсчитать нижнюю карту вот так. И поставить брейк. Чтобы сделать тройной подъем сейчас. Что мы делаем дальше? Мы говорим так. Смотри, если встряхнуть. По идее, теперь они подскажут более полезную информацию. Например, твоя карта была красной. И он видит свою карту. Но мы пока что только просто говорим. Так, твоя карта была красной. Перевернув три карты. То есть вот. Мизинцем отодвинули. Вот так. Перевернули три. Так, твоя карта была красной. Откладываем. После этого снова мизинцем переворачиваем уже две карты вместе. Вот. Указательным и большим пальцем. Твоя карта была бубновой. Переворачиваем. И можно вот именно разделяя их складывать. И твоя карта была тройкой. И теперь здесь идет вот такая подмена. Вот так вот она выглядит. То есть как будто мы вот повернули вот эту тройку. И она была тройкой. И якобы положили ее сюда. На самом деле она здесь. То есть. Как это делать? Мы хватаем за уголок указательным и большим пальцем. И об эту руку переворачиваем вот эту карту вот так. Вот. И откладываем сюда. Но зритель думает, что мы просто перевернули эту карту. Все. После этого мы говорим... То есть она была тройкой буби. Мы показываем еще одну тройку буби. Складываем вот эти карты. Кладем наверх. И нам нужно якобы быстро продемонстрировать все тройки. Как это сделать? Тройка у нас снизу. После нее идут три Джокера. Мы хватаем большим и средним пальцем. Указательный придержит. Поворачиваем раз. Слиствуем верхнюю. Раз. Верхнюю. Раз. Верхнюю. И эту переворачиваем. И после этого каждый говорит по-своему. Но я в этот момент говорю, так, ладно. Нам хватит энергии одной карты. Давай эти сделаем нормальными. И все. Все можно отдать на проверку. Фокус заканчивается. Это просто офигительно. Потому что трюк реально содержит в себе массу эффектов. При этом есть шутки. И попробуйте его поизвать. Он действительно очень-очень классный. Я надеюсь, тебе понравился этот фокус. Обязательно подписывайся на канал. Нажимай на колокольчик. Пиши мнение о фокусе в комментариях. И ставь лайк. Ну и конечно же можешь посмотреть предыдущие видео. И подписаться на мой инстаграм. Потому что в нем выходят те фокусы, которые я не выпускаю на основном канале. Ссылочка на инстаграм будет в описании. С вами, как всегда, был Неро Янг. Всем удачи. Всем пока.